Снегопад Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска Нардея Банк компании СУ-155. Речь идет о взыскании 719 млн. рублей долговых обязательств. Власти разработают схему размещения дебаркадров вдоль наберочных Москвы. На разработку отраслевой схемы размещения дебаркадров и причальных сооружений город готов потратить 44,7 млн. рублей. Общий срок выполнения работ составляет 180 календарных дней с момента заключения контракта. Компания ГАЛС Девелопмент исключила из своего списка именные обыкновенные бездокументальные акции из списка ценных бумаг РТС с визобъединением бирж, РТС и ММВВ. Завтра мэрия Москвы проводит аукцион по продаже 100% акций, расположенной напротив Кремля гостиницы «Националь». Как стало известно ведомостям, отель может достаться структурам президента Бинбанка. А теперь перейдем к новостям политики. Известный оппозиционный блогер Алексей Навальный вышел на свободу, отсидев 15 суток за неповиновение полиции. Появившись перед встречавшими его сторонниками и журналистами, Навальный заявил «Я сел в одной стране, а вышел в другой». А теперь перейдем к новостям экономики. Государство выделит с Коково в 2012 году более 40 миллиардов рублей. Как пишет газета РБК Дейли, 42 миллиарда рублей из этой суммы выделит государство, а остальные средства будут привлечены от частных инвесторов. Долю в главном микроблоге Twitter приобрел принц Саудовской Аравии Алвалид Бин Талал. Стоит отметить, что мировую славу принцу Алвалиду принесли именно инвестиции. Достаточно вспомнить, как он вкладывал целые состояния в Нью Корпорейшн Руперта Мердека, компанию Apple и другие инновационные проекты. А теперь о погоде. Сегодня пасмурно, будет снег, минус 4 градуса. Ветер юго-восточный, дует 1 метр в секунду. Сегодня в компании День рождения празднует Елена Гришина, Лилия Слизная. Поздравляем! Это был краткий выпуск новостей. Хорошего всем дня! Путь в потоке! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...